Первый старт программы ESCAD и также запуск станка и настройка станка. Подключаем лазерный маркер посредством USB шнура. Включаем наш лазерный маркер. Подключение осуществлять желательно без USB хабов, чтобы не было посредников плохого передачи информации. Переходим в пуск компьютера. Флешка наша и здесь смотрим. У нас есть также ESCAD в чистой версии. Я уже предварительно скопировал на рабочий стол. То есть распаковываем наш архив и копируем на рабочий стол. В нашей флешке будут также находиться параметры по настройке нашего маркера с полными указаниями данных. Запускаем ESCAD при включенном лазерном маркере. Длительное время запуска показывает, что наш маркер включен. Если происходит запуск моментально, то значит ESCAD запустится в Evolution версии, либо в демо версии. Первое, что нужно сделать, перейти в файл System Parameter. В системный параметр переходим в язык. Выбираем язык русский, либо при необходимости тот, который вам будет более комфортный. И нажимаем ОК. Перезапускаем программку, чтобы у нас программа запустилась уже с русским языком. Как видите, программа запустилась уже под русским языком. И ее можно эксплуатировать. Дальше заходим в файл системной настройки. В системных настройках у нас есть ряд параметров, которые можно, в принципе, настраивать. Здесь указана единица измерения. Если мы вставляем по оси X и Y, где смещение в 1 мм, можно его отменить. То есть можно сделать, чтобы он вставлялся ровно по нулям. Это на любителя. Сетка. Опять же, при желании показывается здесь сетка с определенным размером сетки. Дальше. Цветовая палитра. Можете настроить как угодно. Фон, рабочее поле, вспомогательные линии, либо сетка. Рабочее поле. Здесь указываются параметры непосредственно вашего рабочего поля. Отображается левый нижний угол. То есть вот этот левый нижний угол. Потому что здесь у нас идет визуально ось Y и ось X. И также указываем размеры нашего рабочего поля. В данной ситуации будет использоваться линза 100 на 100. Поэтому данные параметры будут здесь актуальны. Автосохранение. Также указываем, какое у нас будет необходимое время. Изменение объекта. Управление плагинами. Плагины находятся в самой папке с ESCAD. В папке plugs. Эти плагины отвечают за работу поворотного устройства и дополнительных пунктиков, которые есть в нашем ESCAD. Права доступа. Здесь можно использовать права доступа с использованием пароля и всех остальных вспомогательных вещей. Нажимаем ОК. Следующий этап это переход в настройки по F3. F3 находится у нас в нижней части экрана. Либо можете нажать на клавиатуре F3. В данном окне задаем размер рабочего поля. Также задаем зеркало 1, либо зеркало 2 по необходимости. Для правильной работы стандартной гравировки, то есть не в инверсии, используем зеркало 2. Также не забываем, что после маркировки ваш красный луч должен перейти либо в центр рабочего поля, либо куда-нибудь не двигаться. Либо в левый верхний угол, либо в левый верхний правый угол. Я обычно использую центр зеркала, то есть это центр рабочего поля. Используем core файлов. Используем core файлов это уже предустановленные настройки под вашу линзу, либо под ваш станок. В данном случае мы будем делать ручные настройки с использованием уже имеющихся параметров. Переходим в папку с нашими настройками, которые будут находиться на флешке. Находим первые наши параметры необходимые. И переписываем данные цифры. 78, 59, 40. Данные два параметра отвечают за масштаб рабочего поля. При настройке вручную с нуля, данный параметр делается на настройках параметров в самом-самом конце, то есть не в самом начале. Продолжение следует... Что касаемо остальных параметров настроек. Настройки бачкообразности. Уже есть также у нас предварительные настройки. Если кого-то не устраивает бачкообразность, можете дополнительно внести корректировку, добавляя или уменьшая. Настройки именно по ромбовидности. Та же самая операция, то есть если, допустим, не соответствуют настройке по ромбовидности, либо вы меняете линзу, также вносите свои корректировки. И то же самое вопрос трапециевидности, то есть это изменение той или иной противоположной стороны друг к другу. Следующий пункт лазера. Данные настройки используются в зависимости от того, как у вас используется тип лазера. На данном случае у нас используется именно фиберлазер, то есть оптоволоконный лазер, поэтому мы используем оптоволоконный лазер. Здесь выбираем тип лазера. В данной ситуации мы настраиваем с вами GPT-50LP, поэтому мы выбираем модель GPT. У модели GPT-50LP используется частотный диапазон от 1 до 600 кГц, то есть это его, в принципе, максимально рабочий допустимый диапазон. Так как здесь будет эффективно использоваться только лишь от 10 до 300 кГц, поэтому я эти параметры оставляю. И эти параметры будут как ограничители для нашего станка и не дадут ему выйти за пределы рабочих своих диапазонов. Дополнительные галочки здесь не нажимаем, потому что эти галочки относятся непосредственно, допустим, данная галочка относится к станкам GPT-MOP. Что касаемо портов. Здесь, в принципе, все порты связаны с нашим станком, отвечающие за, допустим, открытие двери конечного выключателя, нажатие педали. На наших станках используется в основном 5-й или 4-й порт. Что касаемо пульс-модуль, это когда идет двойной щелчок на клавишу, либо у вас есть конечники, то есть когда подтверждение конечника одного-второго, мы используем педаль, то есть мы убираем пульс-модуль. Либо зачастую у вас бывает вопрос такой, почему я нажимаю на педаль, она не срабатывает только лишь со второго раза. Убираете галочку пульс-модуль, у вас срабатывает. То же самое остальные все конечники, они отвечают за свои каждые действия. То есть у каждого типа станка будет каждый свой конечник, который будет отвечать за то или иное действие. Дальше, переходим в прочее. В прочее у нас есть много-много настроек дополнительных по необходимости для работы с нашим лазером. Основная из функций, которую здесь вам надо будет сделать в начальном этапе, это настроить максимальную скорость вашего сканатора. То есть при использовании сканатора C на Галево SG7110 максимальная, допустим, его скорость 7500 мм в секунду. Время отсрочки старта, время отсрочки финиша гравировки. Также можно здесь задать параметры, допустим, контролирующие старт вашей гравировки, то есть подтверждение старта гравировки и остальные параметры. Здесь у нас отображается таймер в секундах наработки нашего лазера, который обнуляется либо с помощью программного обеспечения, то есть это не каждому доступно, и также видно количество выполненных гравировок. Дальше. Красный луч. Здесь используется параметр красного луча, плюс есть также дополнительные галочки. Это контур рамка, когда вы нажимаете галочку «контур рамка», у вас отображается, прописывается ваш полностью макет по линиям, то есть прописывается текст, буковки и все остальное. Поточный режим при работе с педалью, когда у вас отображается постоянно кнопочка F1, то есть она постоянно горит на рабочем вашем столе. Красный луч, который включен всегда. Дальше. Скорость луча. Оптимальный вариант скорости луча, в характеризовании данных в дописках станков, является 3000 мм в секунду. Либо максимальной скорости вашего сканатора – это 7500 мм в секунду. Я рекомендую использовать 3000 мм в секунду, чтобы не изнашивать ваш сканатор во время трассировки при F1. Дальше. Отступ по X и по Y задается непосредственно от калибровки вашего станка. То есть мы можем перейти в настройки. В настройках смотрим параметры по красному лучу. Вот параметры по красному лучу. То есть у нас будет 100 мм и будет непосредственно также масштаб 17-22 мм. Переходим. Прописываем здесь 100 мм. То есть 1,1 мм. И не забываем здесь написать 17-22 мм. Это масштаб вашего красного луча. Также можете самостоятельно провести тест калибровки вашего красного луча. Если вас что-то не устроит, можете данные внести в верхнее поле, где вносит отступ по X и по Y, чтобы совпадала трассировка красного луча с местом гравировки. Основные настройки по ESCAD были сделаны.